Всем здравствуйте, приветствую всех на своем YouTube канале про разведение и выращивание аквариумных рыбок. 50 лайков была моя просьба выполнена, за что большинство людей, которые поставили эти лайки, всем им спасибо объявляют. У одного популярного разводчика дискуссов появилась серия видео про трубочника, его содержание, разведение, проводку. Его тоже решил свое мнение высказать из личного опыта, почему лично я не кормлю трубочником рыбу. Уже, наверное, 4,5-5 лет, как мы отказались от трубочника. Дело в том, что сам трубочник несет с собой большой букет заразы и рано или поздно сталкиваешься с тем, что приходится лечить довольно-таки часто рыбу, увеличить количество партиопаразитарных внутренних обработок, это различные черви, мы их рассмотрим в этом видео, меры борьбы с ними тоже рассмотрим. И приходится довольно-таки сильно тратиться, как на самого трубочника, на его содержание, либо на лечение рыбок от возбудителей. Итак, сейчас мы рассмотрим с вами плюсы и минусы трубочника. У трубочника, я считаю, всего два плюса есть. Первый плюс, это то, что чистый белок, им можно безопасно кормить нерестовика, без угрозы порчи воды. Когда вы им кормите, вода не портится, этот корм чистый белок, он легко усваивается производителями. В сравнении с фаршем, когда я кормлю только тогда, когда появляется личинка, ну, либо когда на игре уже стоят. Второй плюс, малек очень быстро поднимается на трубочнике. Сначала дается резанный трубочник, малеку примерно, когда ему полторы-две недельки. И вплоть до трех-четырех месячного возраста, до продажного размера, выкармливается только на трубочнике, рыба довольно-таки быстро растет. А теперь мы перейдем к минусам, которые я сейчас вам озвучу. Первый минус, сам трубочник, он как наркотик. Если им часто кормить, рыба к нему привыкает, соответственно, ее тяжело потом приучить к фаршу. Хотя, возможно, фаршу можно приучить, если параллельно кормить трубочником, параллельно кормить фаршем. Но зачастую бывает такое, что новая рыба, которая в хозяйстве и появляется, она скармливается только трубочником. И фарш в первое время берет очень тяжело. Приходится брать филе артемии, давать артемию потихоньку, и уже после артемии потихоньку давать фарш. На привыкание к фаршу уходит порядка полутора-двух недель. Второй минус, это тяжело и затратно за самим трубочником ухаживать. У нас, допустим, на разводе 7,5 тонн воды, с учетом добавления новой стойки, и то тяжело за ним ухаживать. Это нужно специально отведенное место для него, нужно постоянно обеспечивать его свежей водой, то есть промывать. 24 на 7 должна быть протока. После приобретения мы приобретали трубочника, 3 дня его промывали в холодной парточной воде, но вода не бесплатная, у нас не скважина, у нас квартира, и вышло все равно в копеечку. Промывка трубочника на протяжении 3 дней. Затем после промывки, я уже показывал в своих самых ранних видео, как я за ним ухаживал, весь мусор сливал, промывал несколько раз трубочника. Затем на хранение в холодильник, заливая чуть-чуть небольшим количеством воды, чтобы лучше хранить трубочник. Чтобы ухаживать за трубочником, нужно не только специально отведенное для него место, но и специально отведенное для него время. Потому что в условиях квартиры, и когда параллельно работаешь, нет возможности одновременно и за рыбой ухаживать, и за трубочником. Теперь мы переходим к следующему, третьему минусу, это цена и дороговизна данного трубочника. Цена 2-3 года назад начиналась от 1200 рублей за килограмм очищенного трубочника. Сейчас я не знаю, какая цена, но, наверное, скорее всего, дороже. Есть лишь более дешевый вариант в зоомагазине покупать. На зоомагазине, как правило, трубочник крайне низкого качества, полутохлый, вонючий, и половину ты просто выкидываешь при промывке его. Цена от 800 рублей была 2-3 года назад. И также в некоторых видео иногда разводчики говорят, что выгоднее трубочником кормить, чем фаршем. Здесь я поспорю, поскольку, ну, допустим, фарш, который мы изготавливаем, он у нас состоит из простых ингредиентов, мы много ингредиентов не добавляем. У нас входит в него говяжье сердце, мидия, яйцо куриное сырое, рыбий жир, 1 столовая ложка на килограмм фарша, как заменитель рыбы. И обязательно пятый ингредиент это зеленуха, либо шпинат, либо крапива. Ну, в крайний раз мы делали крапиву в фарш, она слабо перемалывается в мясорубке, и малек его не может проглотить. Предпочтительнее использовать шпинат в фарше. И также для лучшего поедания мальком рекомендую добавлять в фарш небольшое количество карафила розового. Не то чтобы его используют для окраски, скорее он играет роль как подсластитель, то есть рыба будет охотнее кушать фарш. И вот, допустим, в крайний раз мы делали покупку, чисто говяжье сердце и мидия у нас ушло 6 тысяч рублей. На остальные ингредиенты, ну, где-то полторы тысячи выпьют максимум. То есть 7,5 тысяч рублей у нас выходила себе стоимость 10 килограмм фарша. 10 килограмм фарша нам хватает на 4 недели, это у нас примерно 7 тонн воды на разводе, и нам этого хватает. В то время как трубочника, ну, допустим, она 10 килограмм. 10 килограмм трубочника по цене трехлетней давности 1300 рублей, это у нас получается 13 тысяч рублей. Что, согласитесь, невыгодно. Даже если пропавший трубочник покупать по 900 рублей, тоже 8-9 тысяч немало. И здесь есть подводные камни, что поставщики трубочника, они начинают разговаривать о поставке трубочника от 30 килограмм. Но 30 килограмм, сами понимаете, куда нам его девать. Продавать или надо под него специально один холодильник для хранения приобретать. Уделять место, чтобы его промывать постоянно, обрабатывать. В общем, невыгодно покупать трубочника. Выгоднее сделать фарш. Следующий минус, это четвертый у нас идет, получается, это зависимость от погодных условий. То есть, кормишь трубочником, но вдруг его нету. Спрашиваешь у поставщика, в чем проблема. И каждый раз идут отговорки. То пошли дожди, поднялся уровень воды, смыло этого трубочника, то вода мутная трубочника тоже слила. То 40 градусная жара, засуха, все водоемы высохли, трубочника нету. Ну и то же самое зимой, все замерзло, трубочника нету. Так кормить рыбу, парадокс. Поэтому на помощь приходит всегда фарш. Всегда есть и всегда можно им выкармливать. И пятый минус, это сильное заражение рыбы различными паразитами. Причем само заражение выявляется спустя 3-4 недели. То есть, сразу не появляются паразиты. Из курса паразитологии, учебник по ихтиопатологии, я изучал, если что, в описании к этому видео, я ссылку на его скачивание вам прикреплю. Узнал, что паразитам невыгодно сразу размножаться, показывая свое присутствие. Потому что если они размножатся, они начнут сразу массово питаться хозяином. А при массовом питании корм истощается, и половина паразитов погибает из-за нехватки корма и выводится из организма. Поэтому они размножаются и растут постепенно, не выдавая своего присутствия. Также ради интереса я изучал самого трубочника, у меня есть микроскоп. Я его мелко резал, под различным увеличением изучал. Ничего в трубочнике я не замечал. Вот чистый трубочник, вот кровь от его содержимая и все. Никаких циз, гельминтов. То есть, тут возможно только есть предположение такое, что в самом трубочнике находится такое количество циз, что их тяжело разлететь, и они только попадая в кишечник самого дискуса, попадая в микрофлору кишечника, где создаются благоприятные условия, эти цизы начинают разбухать, как раз бухает сушка при добавлении воды. И при создании всех этих благоприятных условий они постепенно растут, развиваются, но при этом не выдают своего присутствия. И достигнув половозрелости, восстановив свою популяцию, это уже примерно месяц, как раз, где они начинают выдавать своего присутствия. Тогда они уже полностью и крупные особи появляются, и мелкие паразиты, и цисты. И тогда начинает уже дискусс очень сильно болеть. Значит, сейчас я вам расскажу по обработке трубочника, чем его обрабатывали лично мы. Мы его пытались после промывки заливать молоком, чтобы он сквозь себя это молоко пропускал, типа очищает кишечник. И также мы пытались обрабатывать одним препаратиком от глистов, которые применяются. Вот такое лекарство, называется пиперозин. Для человека малотоксичен, и в основном используется при аскоридозах. Значит, в этом препарате мы замачивали трубочник, выкармливали дискуссов, но все равно заражение происходило довольно-таки очень сильно, никакая обработка не помогала. Казательно поставщиков, которые продают трубочника, допустим, тоже Авито, там в описании, помимо того, что за трубочником нужно хорошо следить, ухаживать, промывать, рекомендуют поставщики обрабатывать в избежание бактериальных и паразитарных инфекций, обрабатывать метиленовой сенью, либо добавлять от 1 до 3 капель трипафлавина, либо антипар. Антипар это формалин. Ну, насчет формалина я не знаю, скорее всего думаю, что трубочник при добавлении антипара, скорее всего, погибнет, потому что если при профилактической обработке дискуссов, я тоже на ранних этапах содержания взгляни экспериментировал, обрабатывал дискуссом антипаром. Следуя инструкциям, я время экспозиции занимал от 1,5 до 3 часов, температура обработки 26-27 градусов, но все равно дискус сильно страдал, у него обжигались сильно плавники, муднели глаза, то есть обжигалась роговица глаза. Поэтому все эти обработки не приносят должного результата, потому что все равно за радость себя вылазит спустя месяц. А теперь на фоне всех этих минусов я вам расскажу, какие появляются паразиты и как от них избавиться при выкармливании трубочника. Итак, первый вид паразитов это гексамиты, которые вызывают гексамитоз. При кормлении трубочником появляются три одновременно вида паразита. Это гексамиты, это первый вид, второй получается флагелят и третий протополины. Протополины такие небольшие червячки, я уже не помню, они по часовой стрелке или против часовой движутся, но большими колониями они не заносятся и довольно-таки тяжело от них избавиться. Это специальное своё схемое лечение. Причём не следует путать обычный гексамитоз от гексамитоза, вызванного трубочником. Схожие симптомы есть, но везде разная картина на лечении. Ну, допустим, обычный гексамитоз происходит при нарушении условий содержания дискусса. То есть вы там перекормили его ни по сиху, ни льву, ни льву, или у вас просто подменный воды. В результате дискусс отказывается от корма, у него изменяется окраска и у него появляются нитевидные полупрозрачные фекалии. Лечение довольно-таки простое. От 5 до 10 дней вносится метронидозол и повышается температура до 33 градусов. Дозировка метронидозола 1,5 грамма на 100 литров воды. Для лучшего эффекта метронидозол вносится утром и вечером. Каждый день после внесения метронидозола производится 30% подмена воды. А гексамитоз, вызываемый при кормлении трубочником, который вызывают гексамиты, флагеля, портополина, лечение совсем другое. Да и симптомы немножко отличаются. Да, также есть изменения окраски дискуса и белонидевидные фекалии. Но в данном случае отказа от корма нет. У рыбы присутствует аппетит, но крайне-крайне слабый. На данном этапе мы применяем лечебный корм. Фарш мы замачиваем на протяжении 5 минут либо в метронидозоле, либо вот в этом препаратике, пиперозине, то есть одна таблетка на одно применение, на одно кормление. Лечение до 5-7 дней, кормление один раз в день. После этого следует повторить курс через неделю. И затем эта портополина, вся гадость, флагеля и гексамиты исчезают. Рыба начинает хорошо питаться. Итак, следующие паразиты, которые могут быть, это плоские ленточные черви. В основном ими поражаются производ, либо подростки. Иногда встречается такое, можно сказать, что дискуса немножко что-то влажает, что-то белое плоское. В данном случае можно легко спутать этот недуг этих паразитов с бактериальной инфекцией. При бактериальной инфекции рыба, как мы знаем, темнеет и сильно чернеет. Так и при заражении плоскими червями, тоже рыба сильно чернеет. Особенно это ярко выражено наблюдается у коричневых, полу диких дискуссов и туркисов. Они прям чернеют, такие темные. Аппетит обычно сохраняется, но они вообще отказываются от нерестя, не нерестятся. И даже если удастся от нерестить данную пару, то потомство на выходе получается очень слабое. И даже буквально на стадии личинки начинает массово всыпаться и погибать. Как обработать, как бороться. Применяется прозиквантелла. Я использую жидкую форму прозиквантелла. Это прозинол. Следовал инструкциям по дозировке. Вот дозировка, в самом низу она находится. Дозировка 30 литров на 600 литров воды. Но согласно инструкции препарат гносится на 8 часов. При такой слабой обработке ничего из дискуссов не вылазит. Поэтому экспозицию я увеличиваю до суток. И только спустя сутки начинает вся эта гадость вылазить из дискусса. И уже потом в процессе подмен воды на протяжении недели все равно выветривается, вымывается. Прозиквантелла и если что-то даже не вылезло, то оно удалось дальше. И вот так вот можно легко освободить дискуссов от этих плоских приносных червей. И заключительные два паразита. Это у нас получается капиллярия. Выглядит она вот так вот и вот так вот. Рыба при заражении сильно худеет. Во лбу худеет. В животе худеет. Изменяется получается окраска у нее. Белые нитевидные фекалии. И на такой стадии, это уже критическая стадия, когда рыба сильно худеет. Помогает только отбраковка, то есть замораживать. Даже если освободить ее от паразита, вы не сможете ее выкормить. Даже фаршем рыба такая не выкармливается. Так как кишечник у нее обычно изъедается. Именно капиллярия при микроскопировании кишечника видно, что сам кишечник он в множествах ходах. То есть они черви прогрызают кишечник и там уже никак микрофлоры не восстановишь. Еще один симптом поражения червями дискуссом. У него появляются обгрызанные такие плавники. Следующий вид червей, который встречается вместе с капиллярией, это вид червей ихтиорис курсата. Вот так выглядит этот червячочек. Голова напоминает чем-то узкий бур. Они совершают колебательные вот такие движения. Этими движениями они буквально бурят ходы в том же самом кишечнике. Если капиллярия выгрызается из стенки ходы, то этот именно такими поступательными движениями делает, роет все ходы в кишечнике. Рыба также истощается, быстро худеет. Если не принять нужных противоэпизодологических, противопаразитарных мероприятий, то рыба истощается и быстро погибает. Именно вот этот данный червяк, ихтиорис курсата, я изучал в интернете разную литературу. У меня много книжек по ветеринарной ветсанэкспертизе, по ветеринарной паразитологии. Нигде я не нашел данного паразита. Даже в учебнику онлайн версии, который я опять-таки прикрепил в описании к видео, я не нашел там этого червяка. И лишь обнаружил я его и увидел в одном из видео известного гистеопатолога Екатерины Отставной. Ну, в принципе, благодаря ее всем видео я научился правильно препарировать рыбу, исследовать, микроскопировать и идентифицировать разных паразитов. Вот только в ее видео, и также ее видео с названием паразитов прикреплю в описании к видео, чтобы вы могли, если что, различать и запомнили вид этих червей. А теперь мы перейдем к лечению. Как лечить и избавиться от этих червячков? От капиллярии и ихтиорис курсаты. В данном случае на помощь нам приходят два препарата, но составляющее и действующее вещество у них одно. Это вот такой препарат ЕШНДХ, где основным действующим веществом является левомизол и сам левомизол. Левомизол мы применяем в ветеринарном назначении, но этот применяется для крупного мелкого рогатого скота, причем концентрация разная. Дозировка вот такая, мы вот такую дозировку вычислили, то есть 2 мл данного препарата 10% вносится на 100 литров воды. Но сам ЕШНДХ, у него концентрация более сильная и он более эффективный, он более жесткий в сравнении обычного жидкого левомизола. ЕШНДХ специально пипеткой идет, инструкция тут на иностранном языке. О, вроде бы это норвежский препарат. В общем тут действующее вещество левомизол и вот сам левомизол 10% применяем. Наш коллега Евгений из Абширонска с профилактической целью применял 7,5%. Но смотрите, на 10% раствора и 7,5% там свои разные дозировки. При применении данных препаратов рыба парализуется и соответственно парализуются черви. Они выводятся в течение суток из организма. Но будьте готовы к тому, что в процессе обработки самые слабые, маленькие и подвижные сильные зараженности особи могут погибнуть. Обычно это погибает от 5 до 15% от общего количества выводка. Дело в том, они погибают из-за сильной интоксикации, потому что более крупные рыбы, у них обычный иммунитет чуточку сильнее и выживаемость соответственно лучше. При обработке рыба парализуется, поэтому рекомендую не кормить ее и лучше занавесить занавеской. Потому что малейшее движение возле аквариума вызывает сильную реакцию рыбы, она начинает метаться из стороны в сторону, могут случайно удариться и убиться. Вот такой вот сильный препарат. Рыба приходит в себя после 50% подмены воды недели 2-3 точно, по крайней мере у меня. Сам Евгений Величко, дискуссий из Абширонска, после применения лиомизола пропускал воду через угольный фильтр. Сам я такого не делал и не знаю, как рыба потом себя ведет, какая у нее адаптация, кушает ли она снова. Но после обработки вот таким лиомизолом рыба стоит и не кушает недели 2-3. И только к концу третьей, начало четвертой недели у нее появляется бит и начинает хорошо кушать. И после этой обработки она очень хорошо растет, кушает и округляется. Но смотрите, если вы кормите трубочником, обязательно необходимо проводить вторую обработку, после того, как рыба в себя, конечно же, придет. Вторую обработку надо пролить через полторы-две недели. Потому что при первой обработке вы убиваете взрослые и средние особи, за это время вылупляются их цисты и необходимо пройти вторую обработку, чтобы избавиться уже от проклюнувшихся цистов. Но также перед применением данного препарата я рекомендую пробить еще дискуссов 3 раза от жаберников, чтобы убить 3 поколения проклюнувшихся цистов и крупных особей. Я применяю на разводе либо халамид, более мягкая версия, в основном в нерестовиках с мальками польского происхождения, либо хлорамин Т, то есть 3 раза с интервалом 3 дня я прогоняю рыбу от жаберников, если вдруг надо льем из лоб. Да и вообще я считаю, что новая рыба на разводе, такой должен быть карантин. Обычно мы применяем карантин, чтобы не занести бактериальную инфекцию на разводню, то есть хлорамин с солью. Но я думаю, что нужно проводить карантин иначе, чтобы рыбу не заразить, не потерять, как мы раньше, когда выгорали трубочек, мы потеряли до 500 мальков и пару десятков производителей, наверное, тоже потеряли. То есть рыба новая поступает на разводню, мы ее изолируем от разводни, обрабатываем 3 раза для заберника сальчика, чтобы при последующем весенне левомизола, прогоняя глистов, рыба лучше дышала, не задохнулась она. И все, после двойной обработки левомизолом, рыба хорошо кушает, размножается и растет, ну и также хорошо округляется. Ну вот такое вот получилось небольшое, наверное, видео. Я вам рассказал о плюсах и минусах применения трубочника, как мы его обрабатывали, содержали, про подводные камни, про всех паразитов, которые появляются при его применении и, соответственно, от них избавляться. Мой вывод такой, что если применяете трубочник, то будьте готовы к тому, что вы станете рано или поздно с массовым заражением всей рыбы и вам придется заплатить немаленькие деньги на сами препараты, чтобы вылечить данную рыбу. И вообще, трубочника надо уметь содержать, уметь за ним ухаживать, обрабатывать. То есть, если есть много свободного времени, есть специальные доводведенные места, то, пожалуйста, попробуйте содержать. Может быть, у нас как-то не получается. Может быть, мы что-то неправильно делали. Ну, я вам свой опыт содержания и применения трубочника рассказал. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео на моем YouTube-канале. Всем спасибо за просмотр. Удачи. До новых встреч. До новых встреч.